Вы к ним уже к потопам готовитесь? Да, так. Ещё рано. Рано ещё. Вот тут последняя вода была до колен. До колен у нас была вода. До колен, а то и выше. Вода поднималась в 2016 году, вспоминает Газимзян Касимов. И это был не первый большой паводок в Болезино. Закаляться, кстати, он стал как раз после очередного потопа. Когда потопило нас там, я ходил в шортах по воде. Ноги горячие были и красные. Никто не верил. Так, потрогайте, говорю, потрогайте. Горячие ноги у меня. Вот. Каждый приходил и трогал. Да, горячие, горячие. Четыре года назад в Болезино прорвало временную дамбу, возведённую для защиты от паводковых вод одного из районов посёлка. В итоге в зоне подтопления оказались больше сотни домов. Уровень воды на придомовых территориях достигал почти метра. Спасатели вызволяли семью Зои Владыкиной из водного плена на лодке. С тех пор к наступлению половодия она готовится заранее. Мы кроватки поднимаем. Всё под это у нас в гараже есть уже чурки приготовленные, доски. И мы эти всё уже, как сказать, подкладываем под холодильник, под машину специальную, под это. По прогнозам синоптиков и многолетним наблюдениям, резкого подъёма воды в Чипце в этом году не ожидается. Но к началу половодия в районе уже готовы, взрывные работы на реке провели, личный состав спасателей проверили. Сделан запас ПГСа, если надо будет отсыпать дамбу. И заключены договора с организациями на случай подвоза питания. Техника тоже наготовит. Для откачки большого объёма воды на вооружении местных спасателей две пожарно-насосные станции. На случай, если вода затопит подвалы, есть ручные помпы. Альбина Валикжанина, Новости.